Друзья, всем привет! Мой товарищ заказал себе новые очки. Это Orca FPV Pilot. Это самое последнее покорение очков Orca. И в целом это самые дорогие очки, которые я видел на рынке. Под FPV. Вот прям вот такое классическое аналоговое FPV. То есть дороже этих очков я в принципе не знаю. Потому что очки сами выходят примерно в 650 долларов. Без приемника. Приемника вам обходится еще примерно в 150. То есть это уже выходит 800. И еще антенны. Ну, скажем, какие-нибудь простенькие антенны 30 долларов. Хорошая антенна где-то 50 долларов. И вы, получается, выходите уже 800 плюс долларов за вот такие очки. Очки немножко промодены. Сейчас товарищ сейчас использует здесь SharkBite. Прикрутил сюда вот такую-то напечатанную скобу. И здесь у него SharkBite висит. Поэтому она здесь есть. И также из-за того, что она тяжелая, ему приходится дополнительную ленту использовать. Чтобы очки не провисали. Посмотрев на вот это все дело, я говорю, давай я посмотрю на эти очки чуть-чуть поближе. Хотя бы расскажу людям. Потому что многие вообще не понимают, как можно такие очки продавать. Почему они столько стоят. Поэтому давайте я об этом немножко расскажу. Погнали. За свои 600 плюс долларов вы получаете вот такой кейс. Симпатичный кейс. Тряпочка с надписью Orca. И еще 2 или 3 прокладочки между лицом и очками. Вот эти вот поролоновые. В данном случае товарищу немножко... Ему не понравилось, как она сидела на лице. Поэтому он замодил. Опять же, он здесь сделал вырезы. То есть она была слишком тонкая в этом месте. Здесь были со всех сторон засветы. Он, как видно, здесь 4 слоя наклеил свою какую-то губочку. И поэтому сейчас у него немножко по-другому. Но, тем не менее, на его лице сидит фантастически. На моем лице, конечно, сидит, ну, так. При этом вот всем, как видно, он сюда это все дело вклеил. Поэтому, ну, другую губку сейчас сходу сюда не поставить. Но будем тестировать как есть. Посмотрим, что из этого может получиться. На самом деле, очки по внешнему виду не сильно отличаются от первой версии. Немножко изменились кнопочки. Немножко изменились стики. В остальном плюс-минус дизайн похож. Снизу немножко изменения произошли. Здесь немножко по-другому. Теперь воздуховоды. Немножко по-другому сделана регулировка расстояния между зрачков. Появилась настройка диоптрии. По-моему, в первой версии этого не было. И будем сегодня сравнить с очками, на которых летаю я. Ну, также можно сравнить с HDO2. Потому что, на самом деле, там, ну, разницы практически никакой нет. Сейчас они уже не продают. Сейчас везде продается версия V2. Которая отличается лишь тем, что DWR-ка пишет 60 кадров, так же, как и на Orca. Я сейчас вот немножко посмотрел на характеристики очков. То есть, смотрю в мануаре. И вот что-то, оно все как у всех. И вообще, что я могу сказать о компании Orca? Это ребята, которые бросаются очень громкими, невероятными заявлениями. И выпускают продукт намного позже, чем они это обещали. И получается, что, когда они делали свои заявления, это был вау. Но после этого уже на рынке куча различных очков, куча различных вариантов. И всего дофига. И они, наконец, выходят со своим продуктом. А он уже устарел. Либо уже, ну, не топовый продукт, а просто один из многих. При этом цена очень высокая. Итак, давайте пройдемся по фишкам, которые они обещают. Очень тихий вентилятор. Я не знаю, кому нужны очень тихие вентиляторы. Возможно, это плюс. Ладно, едем дальше. Sony OLED-экраны. Здесь точно такие же стоят новые OLED-экраны, как и в предыдущей модели. То есть, это один к одному, только немножко оптика изменилась. Такие же экраны стоят в SkyZone. И почти такие же экраны стоят в HGO 2. То есть, эти очки, что HDO 2, что SkyZone 4, уже, ну, там, почти два года на рынке. Соответственно, экраны уже, ну, им как минимум два года. Они уже никого не удивляют. Это все те же самые 1280 на 960. 4 на 3. Красивая, классная OLED-матрица. Но ничего сверхъестественного. Наконец-то очки поддерживают 6S батарейки. Да, и это действительно, наверное, позитивная тема. Но стоила разработка этого, наверное, 10 миллионов долларов. А решилось, наверное, это все маленький преобразователь напряжения, который где-то здесь строен, за 20 центов. Вот, в принципе, и все. То есть, но при этом все, вы знаете, это на самом деле прикольная фишка. Потому что у меня товарищ есть еще один, тоже с орками. Вот он свои спалил. Он туда поставил 4S аккумулятор. Они у него загорелись. Ну, то есть, они задымились изнутри. Он их отправил, и мы их починили за 320 долларов, что ли, потому что там матрицы сгорели или что-то такое. Короче, ну, здорово, что они поддерживают, но очень плохо, что только сейчас. Коннектор для будущих апгрейдов. Здесь есть маленький коннектор, который вытягивается. Здесь такой язычок. Дальше туда просовывается флекс-кабель. И сюда будет подключаться HD-система от Orki. У них вроде как в разработке, собственно, HD-система. Опять же, очень крутые заявления. Низкая задержка, маленькие видеопредатчики, классные камеры. Все интегрировано, все в одном. И это они говорят сейчас. То есть, если она выйдет к 2025 году, когда каждый второй будет уже летать на каких-нибудь еще суперновых видеопередатчиках, которые будут 4К передавать, ну, наверное, это, опять же, будет один из многих. Сейчас они говорят, что скоро появятся. Когда скоро, непонятно. Но вроде как запал хороший, по факту пока неизвестно. Но здесь в целом, в будущем, точно так же, как SharkBite, будет вроде как весь сам модуль подключаться сюда и напрямую через очки управляции. Complete New Menu. Полностью новое меню. Ну, конечно же, это обязательно нужно было для этого выпустить новые очки, чтобы новое меню завести внутрь. И я, честно говоря, немножко посмеялся, когда увидел это. Ну, ладно, видимо, им больше нечего было написать. И ниже написано, что все остальное осталось как старое. То есть, все так же, все остальные порты, все остальные разрешения и, в общем, FPV Connect тоже подключается. Здесь, то есть, с одной стороны, бэй для обычных приемников, с другой стороны, маленький такой же бэй. Но здесь уже подключается дополнительный модуль FPV Connect, который позволяет, например, через смартфон просматривать DVR-ки, либо выходить в эфир, то есть, прямую трансляцию ввести с очков. Я не знаю, кто этим занимался. Возможно, прикольный эффект, какая-то вау-фишка. Вы, например, там запульнули самолет и 3 часа ведете стрим, показывая картинку с летящего самолета, прям вот на ходу. В любом случае, да, круто, что вы можете ввести прямую трансляцию, но, с другой стороны, вы же не можете там как-то переключать экраны и еще что-то. Что вы делаете во время, когда у вас батарейка разрядилась? Вы пока переставляете, все смотрят на статический шум и как она шумит в эфире. Потом полетали 3 минуты, потом 20 минут перекур. Как потенциальный функционал, который может развиваться в будущем, это очень круто, очень интересно и очень навороченно. На данный момент штука максимально бестолковая. Что мне еще не нравится, это вот эти кнопки, которые не ощущаются. То есть, вот эти кнопки, ребят, ну, они вообще, что они здесь есть, что их здесь нет, то есть, я их почти не чувствую. Они сделаны вровень с корпусом, не выделяются, на них нет никакой гравировки. Вот то, что вы видите, она сделана вровень, снизу просто подсветка. То есть, для тех, кто вокруг вас стоит, для вас же вы эти кнопки никогда не найдете сходу. Вот эти кнопки чуть лучше, в них сделано углубление джойстики, в целом неплохо. Сейчас их утопили, они практически вровень с верхней панелью, но, как бы, вот это, конечно, фейл с вот этими кнопками. Дальше, здесь у нас все так же остался AV-in, HDMI-вход, micro-HDMI с резиновыми заглушками, все красиво. С другой стороны, у нас аудио-вход-выход, то есть, здесь у нас с микрофона вход, например, чтобы параллельно с DVR-кой писать. Ну, и также выход на наушники, если вы, например, летаете с наушниками, здесь это тоже есть. И, причем, еще громкость этого настраивается, что приятно. Ниже у нас вход для хэт-трекера, ну, популярная тема у самолетчиков, например, тоже, например, неплохо. Дальше изменился механизм постройки межзрачкового расстояния. Что интересно, это одни из самых широких очков, которые я знаю. Здесь они заявляют от 56 до 74 миллиметров, межзрачкового расстояния. Это много, это реально, для самых широких лица и для самых узких, даже, ну, что-то вроде типа детских. То есть, здесь очень большая регулировка. Также диоптрии подстраиваются, но здесь диапазон не очень большой. От минус 4 до плюс 4, что, ну, большинство, наверное, будет достаточно. Тем не менее, в скайзонах, я, по-моему, 6-6, по-моему, в разные стороны. Но здесь еще также сделан реверанс в сторону тех, у кого есть, например, уже линзы. Здесь есть вырезы. Холдеры, которые позволяют вставить сюда вот перед основным, перед окуляром, еще свои обычные классические линзы. На других очках, например, на скайзонах такого нет, потому что они надеются только на внутреннюю корректировку. На HDO, на Fat Shark тоже там такого нет. Поэтому, возможно, эта фишка прикольная. Что еще? Здесь сделано просветление на оптике. Как видно, она отражает зелено-фиолетовыми оттенками. Я сейчас посмотрел на скайзоны, и, как оказалось, здесь точно так же есть просветление на оптике. Дальше еще непонятная тема с ремешком. Вот сейчас он максимально практически затянут в край, да, и вот он сидит у меня на голове как нужно. При этом у меня довольно большая голова, знаете, вот, ну, то есть в обхвате, я думаю, она есть и поменьше. Что делать им, я не знаю. Если вы хотите посадить, например, какого-то подростка, либо ребенка в эти очки, в то же время, если вы затянете в другой край, то на кого это, вот, ребят, на кого? То есть она ведь еще растягивается, вот настолько. Это огромные труселя, я не знаю, на какую голову это должно быть. Они очень слабо сидят, поэтому они постоянно свисают. Если вы дополнительно модуль впереди будете ставить SharkBite, либо еще какой-то, собственно, от Orki, то без вот этого третьего дополнительного ремешка, который мне коллега здесь закал ходил, вы не обойдетесь. Очки просто свисают с головы, не очень плотно притягиваются. Ну, либо нужно менять ремешок целиком. Кроме того, резинка под аккумулятор. 95% аккумуляторов под очки, они идут с коротеньким кабелем. Ну, потому что у Fatshark и у Skyzone, в принципе, сделано вот так. То есть сразу за ушком находится аккумулятор, и он вставляется, ну, в данном случае, вот здесь снизу в разъем. В принципе, у Fatshark сделано примерно так же. Здесь, если у вас короткий кабель, он просто сюда не дотянется. Здесь, конечно, красиво, что вот на этом кожзаме написано Orka, но мне кажется, все-таки нужно было вот это сместить напрямую сюда. Ну, и тогда бы стреп становился, короче, и тогда можно было бы в нормальном диапазоне регулировать. А так это получается слегка момент непродуманный. Давайте пробежимся сначала по меню новому, потому что действительно новое меню прикольное. Там есть пара интересных фишек, и я расскажу немножко поподробнее. Для того, чтобы показать меню, я буду использовать GoPro. Обязательно нужно сказать то, что и хваленый фен, сейчас работа еще почти там на предпоследнем минимальной, то есть мощности, очень громкий. При этом он воет в зависимости от угла разным тоном. Соответственно, что-то тут с подшипниками, возможно, не то, возможно, она немножко искривляется, поэтому немножко разный тон. Картинка искажена, то есть она не ровная, не прямоугольная, то есть это такое подушкой картинка. Красивая реально менюшка, тут много чего интересного добавили. Итак, инфо. Здесь можно посмотреть, что там в очках, какая прошивка, какая версия и так далее. Дальше дата и время можно выставить, чтобы DWR-ки писались в правильном порядке. Скинуть на заводские настройки, посмотреть информацию обустроиться. Здесь на самом деле интересно, что здесь рассказано, например, какие здесь стоят матрицы, и какое напряжение принимают очки, и там вот это все, короче, классическая информация, которая в рекламном букле была. Ну и последняя-то вкладочка Other, где мы можем выбрать игрушки и поиграть, ну, там есть, по-моему, три игры, Змейка, Тетрис, либо Pac-Man, ну, предположим, вот поиграем в Pac-Man. Появляется картинка, и реально Pac-Man. В общем, вправо-влево, джойстиком сверху регулируется направление, по которому бегает наш Pac-Man. Дальше идем вправо, следующее менюшка, настройка очков. Здесь можно выбрать, откуда принимается видеосигнал, то есть здесь можно выбрать либо с HDMI, либо с AWE-выход, либо автоматически переключается. Дальше настройка FOWA, есть Freestyle, то есть на полный экран, либо есть режим Race, где угол обзора уменьшается. Изначально здесь угол обзора не такой широкий, поэтому вот в Race режиме она еще уменьшается, то есть она становится прям совсем-совсем маленьким. Зато искажение почти что пропадает из-за того, что не на весь окуляр, так скажем, картинка. Для сравнения, во Freestyle режиме картинка выглядит вот так, то есть она от края до края, но немножко с искажениями. Дальше здесь можно выбрать, с каким разрешением работает HDMI, 720p в данном случае. Дальше вентилятор автоматически включается, либо с кнопки, то есть если очки начнут перегреваться, они автоматически включают вентилятор для того, чтобы продуть это все. Ну и как видно, мощность вентилятора сейчас стала явно троечку. И на самом деле, если выставлю на максимум здесь, по-моему, 13, вентилятор очень громкий. Включаю. Я даже вот сейчас микрофон не приближаю, а очень громко. То есть орет так, что мама не горюй. У фена очень звук, высокая чистоты, соответственно, он не маскируется под окружение, его всегда слышно. Дальше настройкой мониторов. Здесь можно настроить яркость, цвета, контрастность и подсвечимость цветов. Также выбрать режим 4 на 3, 16 на 9. Дальше, что интересно, есть так называемый юзер профиля, где можно все настройки выставить под каждого человека. То есть если вы пользуетесь очками с кем-то, не могу себе представить такого, но тем не менее, здесь вы можете выставить свои параметры. Такое, может быть, кому-то когда-то будет нужно. Дальше, Deep Focus или Quick Focus. Два варианта, когда вы можете подфокусироваться. То есть Quick Focus, это обычно такая таблица калибровочная, вы можете посмотреть и подстроить фокусировку под каждый глаз. Если вы хотите Deep Focus, здесь есть настройка, когда вы смотрите на такой вот мост с листвой, нажимаете, картинка становится черной, потом опять мост, включаете, выключаете. И когда у вас глаза не напрягаются, когда начинаете смотреть в темноту, то есть у вас не меняется точка фокусировки, то есть вы смотрите вдаль, просто в черноту, это считается, что у вас правильно настроен фокус. Дальше RX. Здесь стоит какой-то внешний приемник. Я не помню, по-моему, Furious здесь какой-то стоит с какой-то напечатанной крышкой. Но изначально здесь, конечно, должен стоять Rapid Fire. То есть здесь под него сделано. То есть если вы здесь выберете и скажете, что вы будете использовать Rapid Fire, то вы можете через Channel Table выбирать, например, какие каналы вы будете использовать, какие нет, какие проскакивать, какие не используете и так далее. Но поскольку мы используем другой приемник, мы этой возможности лишаемся. Дальше пару фишек, таких как батарейка, отсечка по неактивности, Head Tracker, угол отклонения на Head Tracker и настройка кнопочек, по скольки вольтам идет отсечка, сколько там батарейка 2S, 3S, 4S, 6S и так далее. В Head Tracker настраиваются отклонения, настраиваются каналы, баттоны тоже настраиваются, с какой стороны, какой переключатель, за что отвечает. Можно для левши, например, поменять стороны и так далее. Все это будет все так же нормально работать. Дальше запись ТВРки. Здесь громкость микрофона, приемника, либо внешнего какой-то, наземная станция. Здесь можно настроить, с какой громкостью будет передаваться аудиосигнал. Ну и также записывается, естественно, тоже с вот этими настройками. Дальше настройка записи. Как будет записываться? Например, будет ли автоматически стартовать ДВРка при появлении сигнала? Нужно ли пищать, когда включается ДВРка? Удаляется ли последний файл, когда у вас заканчивается место, чтобы освободить для нового? Ну и поскольку ДВРки пишутся. То есть в данном случае выбрано по 5 минут по стандарту. От 3 до 5 минут можно выбрать, то есть у вас файлы будут делиться каждый раз. Если вы летаете всегда стабильно по 7 минут, наверное, не стоит делить их по 5 каждый раз. Можно выставить. Если вы летаете, например, по часу, то можно по полчаса сделать кусочки. Их будет так потом легче соединять. Говорят, что это помогает не потерять файлы в случае повреждения файловой системы, отключения очков, нехватки батарейки, нехватки флешки, еще что-то. Дальше, плейбэк. Давайте посмотрим, какой он ДВРок. Вот здесь вот, например, товарищ летал. Сейчас показывается полет на SharkBite. Что интересно, что очень приятно, что в нижней части экрана находится текущее время, на котором мы находимся, и общее время ролика. И всегда можно понять, сколько осталось до конца ролика. В некоторых очках это есть, в некоторых нет. На скайзонах, по-моему, такое есть, но там она плохо подсвечена, то есть не всегда хорошо видно. Поэтому здесь это действительно неплохо сделано. Здесь же можно это все дело удалить. Дальше идем FPV Connect. Здесь можно подключить ваш модуль и подключить его к смартфону. У нас, к сожалению, модуля нет. Также в новой прошивке он может управлять настройками GoPro через Bluetooth. К сожалению, опять же, у нас модуля нет. Мы этим пользоваться не можем. Я скажу честно, я уже посмотрел и сюда, и в свои классические скайзоны. Скажу так, размер картинки здесь чуть меньше, на мой взгляд. Мне так кажется. И кроме того, мне кажется, что здесь картинка чуть более квадратная, чем здесь. Здесь она все-таки чуть более вытянутая в сторону прямоугольной. Теперь давайте сравним напрямую об очках, как эти картинки выглядят. Сейчас я выставлю на среднюю яркость мониторы скайзонов. Тут всего 8 значений, я поставлю на середину. Так, ну что ж. Включая запись, при этом на GoPro сейчас настройки выставлены вручную. То есть она не будет менять яркость, и мы сможем сравнить ярче мониторы или темнее. Итак, первый монитор это скайзоны. Вот так выглядит картинка. Я могу вот рукой помахать, предположим. Теперь смотрим картинку на орках. Опять же, я вот могу так помахать. Но в целом вот я сейчас вижу по картинке, что они не сильно отличаются по яркости, по цветам. Тут немножко более мелкая картинка и более квадратная. Теперь я сейчас выставил минимальную яркость на обеих парах очков. Вот так выглядят орки. И кроме того, видно, как начинает мерцать. Это из-за того, что, наверное, частота формирования сигнала недостаточно высокая. Теперь посмотрим у скайзона, как это выглядит. Здесь нет этого мерцания, но картинка тоже выглядит достаточно темно. Теперь давайте попробуем выставить на максимальной яркости на скайзонах. Вот так выглядит на скайзонах картинка. А вот так выглядит на орках картинка. Мне кажется, что на максимальной яркости у орки немножечко выше яркость. У орки гораздо больше ступеней яркости, настройки яркости. Соответственно, если у Скайзона просто 8 ступеней, ну это вот на самом деле достаточно, да, то есть там в любом случае будут использоваться 2 или 3, то у Орки 50, то есть от 1 до 50, это очень большой размах, вы можете очень тонко подстроить яркость картинки. Теперь давайте пойдем и попробуем полетать на них, что ли, сравнить, так сказать, в деле. Естественно, для того, чтобы сравнение было максимально адекватным, я перед этим сделал несколько кругов, которые вы можете увидеть в обзоре Betaflight Light Radio 3. Там я показывал, как я налетал на своих обычных Скайзонах, на аппаратуре Light Radio и на аппаратуре Танг. Теперь надел Орки, и давайте полетаем здесь чуть-чуть на них. Я думаю, вот так будет видно, сейчас я буду летать в той стороне и буду говорить, что я чувствую. Плавно картинка выглядит, работает хорошо. Летаю не агрессивно, скорее просто для того, чтобы посмотреть на картинку со всех сторон, а не повжаривать. Очки, на самом деле, мне кажется, что они плюс-минус столько же весят, сколько из Скайзона, либо чуть-чуть тяжелее, то есть легкими их не назовешь. Внутри, скорее всего, достаточно много оплаты электроники, поэтому они весят, что-то, по-моему, 360 грамм или 300 чего-то там, вот вообще в том диапазоне. Картинка яркая, сочная, цвета достаточно насыщенные. Вот сейчас пропеллер особенно видно, да, то есть он ярко-красный для меня. По яркости никаких претензий нет. Количество деталей, я бы не сказал, что картинка сильно лучше, чем на Скайзонах, то есть, да, там что-то типа здесь какой-то дополнительной обработки нет никакой. Там, по количеству пикселей здесь матрицы такие же, соответственно, на Скайзонах картинка, ну, почти такая же. Может быть, просто из-за того, что экран больше и более прямоугольный растянута немножко иначе. В остальном же, ну, я думаю, в целом норм. Еще что интересно здесь, ну, с приемника видно у меня немножко, то есть RSI, в основном никаких элементов нет на экране. В то время как в Скайзонах я вывел OSD на экране, где все время отображается напряжение, количество сигнала на каждой из четырех антенн, там, ну, квадверсити, как бы так называемый диверсити с двух антенн на каждой стороне. Поэтому четыре приемника одновременно работают. Там можно отслеживать, что у нас каждый из них, смотреть, сколько напряжения осталось, сколько ДВР записывает, сколько она запишет и еще, ну, и так далее. В общем, там чуть больше информации, более как-то информативные экраны, хотя это отнимает немножко места. Но, опять же, там настраивается прозрачность этого всего, расположение. Холодно очень, аккумуляторы, как видно, на 3,3 вольта полностью гоняем. Три минуты и все время 3,3 вольта ни выше, ни ниже. Ну, аппаратура, кстати, вот эта бета-эфишная забавная. Я вот полетал несколько аккумуляторов на ней и уже как-то покомфортнее стало, приятно. Хотя она все еще, конечно, незаметная, наверное, моя старая любимая Танго, но явно у нее есть потенциал. Я сейчас не уверен, здесь нигде нет индикации, что работает вентилятор или нет. По-моему, на скайзонах есть индикация, когда включается вентилятор. Я просто так редко им пользуюсь. Давайте попробую включить вентилятор. Я не нажал на ту кнопку, потому что я не нашел просто вентилятор, переключил канал. Найти кнопки невозможно, просто невозможно. То есть, ну, они как бы светятся, они красивые. Но я вот сейчас двигаю пальцем, я не знаю, где они. Я вот даже вижу, что она там есть, но я не могу ее нащупать. Я исключением тоже запарился, потому что ты же не видишь, что она там подсвечена, не подсвечена. Невозможно их найти, ужасно сделано. Потрепало мотор, где-то здесь вот было видно, что немножко поцарапался он. Ну и проб сломался. У меня нет, к сожалению, с собой запасного проб, поэтому на этом тест орг закончился. Это просто беседшая функция. Я думаю, что нужно как минимум что-то туда приклеить. Типа какой-то, может быть, бугородчик, пупырышка. Ну, вот эти кнопки, они не чувствуются. И эти кнопки не чувствуются. А пока вы еще пытаетесь найти эту кнопку, 20 раз туда-сюда по стику проехали, у вас еще 25 раз меню открылось. Поэтому кто это вообще придумал, я не знаю. То есть оно выглядит, конечно, классно. Спору нет. Но юзабилити просто дно. Ну, вывесили меня очки, вывесили. Да, и все. И после этого я сразу взял эти очки, отвез к товарищу и сказал, забирай это свое барахло. И, в общем-то, и все. Но давайте отвлечемся от этого момента с кнопками и поговорим в целом об очках. В целом ситуация довольно плачевная. Вообще на рынке FPV очков, потому что, ну, вот кроме двух основных представителей Skyzone и Fashark, нет больше нормальных компаний, которые могли бы себе позволить быстро выпускать новые очки, быстро что-то корректировать, быстро делать процесс разработки и за небольшие деньги, относительно небольшие, выкладывать что-то на рынок. У Skyzone есть там четвертая серия очков, вторая серия очков, третья серия очков, которые постоянно обновляются с разными экранами, с разными модулями. Там вот, в общем, у них сейчас недавно шлем вышло, один, второй, третий. Сейчас у них, короче, большая линейка всего. И там есть что выбрать, там от 130-40 долларов до 450-500. Вот на любой кошелек есть очки, которые в целом могут удовлетворить любого покупателя. Также у Fashark, они стабильно раз в 2-3 года выпускают топовую модель, хотя и не сильно отличаются, но тем не менее. Выпускают также, между делом, какие-то средние линейки. Ну и, в общем, у них достаточно весь рынок забит какими-то моделями. При этом всем у них, конечно же, большая очень фан-база, много пилотов, которые уже имеют очки, хотят новую модель, берут исключительно в Fashark и так далее. Ну а орка что орка? Вот у них вот как бы особо и пока публики нет, аудитории, которая бы с горящими глазами брала любые очки. И они со своей стороны как бы ничего такого не делают, чтобы вот ее завоевать. То есть они обещают много, по факту оказывается, когда уже продукт на рынке, одни из многих. То есть вот это вот основная проблема, одни из многих. Потому что сейчас очков, которые предоставляют такое же качество картинки, а это, наверное, самое главное в очках, они уже есть на рынке. И они не первый день, и не первый месяц, и не первый год даже. То есть они уже давно на рынке завоевали своих покупателей, уже они уже есть. И покупатель такой смотрит на новые эти очки за 600 плюс долларов, без приемника, с приемниками они выходят там 800 плюс, с доставкой, со всем вот этим, вот если вы далеко куда-то отправляете, с антеннами, выходит под 900 долларов. И он такой думает, а что эти очки мне дадут нового? Вот, ну исключительно из таких соображений. Да, если вы хотите поддержать компанию, помочь ей развиваться дальше, это все хорошо, это все красиво, брать можно любые очки тогда в таком случае. А здесь же вопрос того, что вы получаете за свои деньги. Получаете ли вы что-то абсолютно новое? Они основной упор делают именно на качество. Проблема в том, что они производством своим занимаются, по-моему, где-то в Европе, по-моему, в Хорватии. Цена разработки, цена сборки, цена контроля качества, вот этих всех этапов сильно возрастает вверх. И они, ну, ну просто, наверное, не могут продавать свои очки дешевле. Но что вы получаете за это, я не совсем понимаю. Кроме повышенного уровня качества. То есть сборка, там, конечно, качество, там покрытие, там лакировка, покраска, все хорошо. Там все швы, там зазоры, все выверено, все красиво, все хорошо. Но это вот единственное, что вы получаете по факту, исходя из вот моего общего впечатления сложившегося. Тот же, например, софт, ну плюс-минус, везде пишется одинаково. То есть здесь, конечно, чуть покрасивее, поэлегантнее менюшки были сделаны. Но такой ли это серьезный плюс, который вот меняет ваше общение с этими очками? Нет, конечно, но там есть несколько интересных фишек. Частично из них какие-то бесполезные, бестолковые. Частично из них какие-то реально интересные. Есть какой-то абсолютно новый экспириенс, то есть опыт общения с очками. Например, там, вот этот модуль Connect, который позволяет там через Wi-Fi чуть-чуть какую-то дополнительную сетевую активность добавить в очки. Стоит дополнительно, правда, те же там сколько-то, 70, по-моему, или 75 долларов. Есть также модуль, который недавно, вот только-только вышел за 40 долларов, который подключается к вашему смартфону. И оттуда в очки идет картинка. И вы можете так что-то аппаратуру подключить. И вроде как симулятор гонять чуть ли не вот где угодно, там, не знаю, в самолете летите и вот гоняете симуляторы. К сожалению, не нашел такого модуля ни у кого из моих близких. Соответственно, протестировать я его не смог. Возможно, штука интересная, но не добыть его. Ну ладно, давайте отличаемся немножко от самой цены. Что вы получаете еще? Сама посадка на голове, она весьма странная. То есть она, у них, наверное, какие-то лекала были сделаны под нестандартного человека, или я не знаю что. Поэтому, если вы действительно собираетесь такие очки покупать, обязательно нужна примерка. Без примерки я бы такие очки, тем более дорогостоящие, брать не советовал. Если они более-менее целятся на американский рынок, и там даже на вторичке такие очки могут еще забрать, а в России, где в целом, ну, народ, может быть, чуть менее имеет высокий доход, на вторичке такие дорогие очки будет сложно продать за нормальную цену, поэтому оно того не стоит, наверное. Картинка очень сочная, детализация хорошая, немножко раздражает вот эти искажения, но в целом это нормально. Если бы они вышли там вот два года назад, когда выходили Skyzone или HDO2, тогда бы это было действительно очень интересно, потому что у нас были бы вот три претендента на лучшие очки тогда, и там уже народ бы выбирал. А сейчас, когда уже очки два года на рынке, с такими же плюс-минус матрицами и с такими же, примерно, углом обзора, там вот это вот все, плюс-минус окуляра настраивается, все как надо. У нас, получается, очки, которые вышли с такими же характеристиками, плюс-минус, но на два года позже. И все, кто хотел, на самом деле, такие характеристики, они уже купили себе либо HDO, либо Skyzone. Топовые очки за, ну, достаточно большие деньги. И теперь зачем им обновлять на орке, я не совсем понимаю. Если бы там было что-то ультра-современное, что-то невероятное, что вот обязательно бы вас подвигло к покупке, тогда возможно. Но так, получается, они одни из многих. Дальше, по поводу органов управления, это все, конечно, вкусовщина, но мне не понравились кнопки. Я думаю, вы поняли, почему. Оставим этот вопрос закрытым. В остальном, вроде как, нормально. Там есть возможность подключить все возможные выходы, там есть HDMI, там есть такой разъем, всякой разъем. Все, что нужно в этих очках, есть. Ну, и подходя к заключительной оценке за очки, я могу сказать, что эти очки, ну, предположим, на 7 из 10, если бы они стоили 500 долларов, но за свою стоимость это где-то даже 6 из 10, потому что очень дорого. Аналогичные очки стоят дешевле и предлагают в целом почти все те же возможности. Да, я понимаю, за что вы заплатите. То есть за более продвинутый процессор внутри, за какие-то там фишечки, но они не нужны в очках. Зачем вам играть в Змейку или Пакмана за дополнительные 50 долларов к прайсу, если вы можете без этого абсолютно нормально обойтись и купить очки чуть-чуть подешевле. Но при этом картинка, что самое главное, будет почти такая же, либо такая же и даже лучше. Орка небольшая компания, поэтому надеяться на то, что вот они выпустили вот в этом году новые очки и через год выпустят еще одни, наверное, не стоит. А смогут ли они привлечь инвестиции для того, чтобы за счет спонсоров, за счет инвесторов это все дело раскрутить, это, конечно, вопрос большой. Да, они, насколько я знаю, там сейчас еще работает какой-то военка и еще что-то. И, соответственно, у них, ну, возможно, там какие-то уже деньги начали крутиться. Возможно, они смогут их вложить обратно в разработку FPV-очков. И я надеюсь, что это будет более быстрый процесс. И, соответственно, они выйдут вовремя. Потому что опаздывать так все время на 2-3 года за конкурентами, ну, каши не сваришь. Да, у них очки прикольные, да, много интересного функционала, но цена заставляет еще несколько раз задуматься, а стоит ли доплачивать именно за этот небольшой дополнительный функционал, который при этом не обязателен для каждого. Сегодня почитаем пару комментариев под роликом, где я собирал синий лифтер от подписчика, так сказать, где меня подогнали ребята раму. И я собирал на ней второй синий лифтер на компонентах первого, по факту. И сделал несколько дополнительных улучшений, кое-что подкорректировал, и получилось очень достойно. Если интересно, обязательно загляните вот по ссылочке под... По первому комментарию внизу будет ссылочка на этот ролик. Аркадий Асмахин. Было бы приятно посмотреть на смонтированный ролик с отсутствующими в кадре пилотами для глубокого погружения. Я думаю о том, чтобы как-то заняться, попробовать сделать проект. То есть реально большой проект на канале, где я буду ездить везде с синий лифтером, вот куда бы я ни добрался, везде буду ездить с синий лифтером, и пытаться что-то красивое подснять. Конечно же, синий лифтер лучше подходит для экшен-счемок. Просто ровно лететь вот так вот. Я могу и на каком-нибудь Фантоме, либо Мавике, либо еще на чем-нибудь таком же. Но вот именно какой-то экшен было бы интересно снять на синий лифтер. Поэтому нужно что-то организовать. Нужно подумать, где с кем договориться, чтобы какую-то, не знаю, машину попреследовать, какого-нибудь лыжника, велосипедиста, какой-то экшен, чтобы снять. Тогда будет, конечно же, интересно. Может быть, я в течение года подсоберу материал, в конце года мы что-то такое увидим. Петер Петров. Полезная серия видео. Как обычно, после каждого последующего видео узнаешь что-то новое. У меня возник адский план. Есть ли у кого-нибудь идеи, как этому парню устроить испытательный срок в киноиндустрии? Что интересно. Да, я тоже недавно подумывал о том, чтобы попробовать кому-нибудь напроситься, хотя бы просто, ну, за бесплатно, хотя бы погонять на каких-то съемках. Посмотреть, как это работает на большой какой-то площадке. Потому что, ну, то, что я снимаю, и то, что я снимаю для своих коллег, например, у меня, ну, есть заказы, но это все для мини-каких-то студий, в которых максимум, там, 4-5 человек. То есть, это такие очень маленькие команды, где каждый выполняет, там, чуть ли не по 10 задач одновременно. А было бы интересно посмотреть на большую какую-то киностудию или что-то такое, где сразу огромное количество людей задействовано, каждый отвечает за свое. Было бы интересно, конечно, куда-нибудь так затесаться. Ход СВБ. Да, блин, что же я раньше что-то не додумался. Надо свой YouTube-канал открыть и на все ништяки говорить жене, что подписчик прислал. Я слышал, что даже в Америке есть такая услуга, в некоторых магазинах можно галочку поставить, и вам придет открыточка вместе с вашей подссылкой, что, типа, поздравляю с вашим выигрышем, то, что вы такой молодец, то, что вы в каком-то розыгрыше выиграли эти ништяки, чтобы жена вопросов лишних не задавала. И мне кажется, это отличная бизнес-идея. FPV32, круто, картинка на высоте, как в кино. Ну, что интересно, мне сейчас недавно поступил заказ, нужно будет отснять гонки, да, опять же, на тачках. И я говорю, ребят, если вы хотите, могу притащить синие лифтеры. У меня они есть, у меня есть камеры, которые туда возят, но это будет дополнительная цена к прайсу. И они такие подумали и говорят, нет, наверное, нам не надо. Вся проблема в том, что синие лифтеры – это дорогое удовольствие. И если вы думаете, что каждый готов заплатить там дополнительные 300-400 долларов за то, чтобы хотя бы какие-то кадры получить с такого аппарата, то вы глубоко заблуждаетесь. Большинству нужно качество, вот сравнимое с ранком сплит или что-то такое. То есть минимально допустимое им достаточно. Ну, конечно, за некоторым исключением. Соответственно, нужно очень хорошо понимать, кому вы сможете продать такой синие лифтеры. Мне как бы без разницы. Я собирал это в основном для вас, чтобы показать, чтобы набраться опыта. В целом, мне такие аппараты окупились уже достаточно хорошо, даже за счет того, что я их просто показал. И мне не так страшно, что я, ну, вложил столько денег. Если же вы собираетесь за свой счет их собирать, и просто они у вас будут стоять на полке, как у меня вот для красоты, это, наверное, уже не так круто. Вам нужно хорошо задуматься, кому вы сможете продать. Потому что картинка, как в кино, это очень круто. Есть клиенты, которые готовы заплатить, но их не так много, и нужно до них сначала добраться. Лексис. Ребят, такой вопрос. Где можно делать легкую цветокоррекцию в видео с GoPro? Вообще, ребят, вот как бы что никто не говорил, DaVinci Resolve, это, наверное, лучший софт для цветокоррекции. И сейчас еще и последние несколько версий соло программы, там добавилось очень много дополнительного функционала, типа монтажки. И кроме того, там еще точно так же, как в After Effects, можно очень хорошо и серьезно работать с графикой. То есть с 3D графикой, с 2D графикой. Поэтому я думаю, что... Ну, я, конечно, не очень хороший спец пока в этом, но я могу хотя бы частично азы показать как-нибудь в одном из следующих роликов, как я занимаюсь с видео. То есть некоторые видосы я прям парюсь, потому что хочется добиться какой-то более серьезной картинки. Некоторые видосы, как, например, какой-то простой обзор, то, ну, я просто что-то там накидываю, чуть-чуть корректирую цвета, минимально. Иначе это может занимать 3-4 часа на небольшой ролик, для того, чтобы просто добить все цвета во всех участках, чтобы они выглядят так, как я хочу. Эти дополнительные 3-4 часа никогда себя не окупят, поэтому смысла иногда заморачиваться нет, потому что оценит это 2-3 человека из всей моей аудитории. Ну и последний давайте вопрос. Очень много было комментариев. Вот, у меня дома лежит такая камера, сякая камера, тоже снимаю с 4К, и, в общем, достаточно дешевая, все классно, все, давайте я ее поставлю. Тоже буду синилифтером заниматься, буду летать на синилифтере. Проблема основная в том, что большинство камер не заточены на хорошую качественную съемку экшн-формата. Очень много камер, у которых очень высокий ролик-шаттер, и если вы чуть только более резко начинаете двигаться камеры, то начинают все вот эти вот линии плавать вот так. Это то же самое, что у нас в некоторых местах называется «желе». И от этого избавиться крайне сложно. И я бы не советовал таким заниматься, если только не использовать эту камеру как переходный этап для того, чтобы настроить там пиды, подстроить центр тяжести, посмотреть, как она летает, настроить это все дело, а потом уже нормальную камеру ставить. Потому что на самом деле, вот эти все качественные достаточно видеокамеры, они имеют правильные характеристики для того, чтобы снимать в любом формате. И даже там, если есть ролик-шаттер, он настолько минимальный, что даже в экшн-шаттерах особо не заметен. Поставив туда какой-нибудь люмикс дешевый, вы рискуете получить отвратную картинку, не очень высокого качества, еще и без стабилизации. Ну, правда, конечно, сейчас уже с Gyro Flow можно отстабилизировать, но все равно мне кажется, что лучше брать сразу правильные камеры. На этом уже все. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите видео, заглядьте в описании. В описании будут ссылочки на эти самые очки. Ну, посмотрите, приценитесь, ознакомьтесь. Хотелось бы давать еще пару слов про Gyro Flow. Да, я знаю, вышла первая версия, то есть официальный большой релиз, нормальная версия, на другом движке гораздо быстрее работает, но логика работы с софтом не изменилась. Поэтому еще раз облизывать от начала до конца весь этот софт смысла не имеет, потому что логика работы не изменилась, все точно так же осталось, чуть только кнопки визуально переместили в другие места, остальное так же. На этом, друзья, все. Пока.